друзья теперь давайте откровенно как вы себе представляли арабские эмираты ну скорее всего это дубай прежде всего огромные небоскребы яхты дорого-богато все это дело окружено пустыней могли ли вы себе представить что в арабских эмиратах вам придется взбираться на гору в 1400 метров признаюсь честно эмираты не перестают меня удивлять здесь есть куда больше мест которые мы можем себе представить у нас этот выпуск про до соприключательности арабских эмират которые скажем так не привычные обычным туристам стандартно весь этот весь туристический набор бурж-калифа пальмы там не знаю все что есть дубай это все стандартно это все то о чем многие знают даниил показывает сегодня и не только сегодня мы с ним будем ездить по местам которые не знакомы большинству туристов мы поднялись на смотровую и мы находимся недалеко от амана дайл сколько сейчас у дома на буквально если через горы километров 5 и граница то есть то есть и реально можно если смотреть туда вдалеке вот об этом все так забор и пересадим в общем мы уже рядышком практически сама нам и мне на нем сказал что они на велосипедах они катаются с велосипедистами с группой велосипедистов тренируются и они приезжают сюда вниз под ножью и стартуют и 30 километров поднимаются сюда вверх на гору и потом спускаются обратно это у них такой стандартный маршрут естественно стартуют утром ориентировочно в 6 утра потому что днем уже жара и надо с утра это все дело выполнить едем в горы едем практически где самая высокая точка эмират гора джебел джейс мы сейчас находимся в дубае потом мы проезжаем шарджу потом мы проезжаем аджман потом мы но немножко не касаемся на рядом проезжаем эмальку вэйм и мы оказываемся в эмирате рассел хайма сам эмират рассел хайма он недостаточно развит потому что 90 процентов всех ресурсов нефтяных они находятся в абу даби дубае за счет туризма за счет свободно экономических зон инфраструктуры недвижки то есть они имеют вторую позицию по экономике в эмиратах остальные все эмираты они недостаточно богатые эмираты и рассел хайма так как у них горы они пытаются развиться за счет туризма вода 39 градусов показывает показывает спидометр вот за бортом машины два часа дня в плане дороги нам где-то ехать полтора два часа средняя скорость здесь на основных магистралях внутри города 100 километров камера реагирует на плюс 20 то есть можно ехать до 100 20 за пределами города многие дороги 120 можно ехать до 140 полиции здесь практически нету который будет мерить скорость везде на дорогах установлены камеры ну вот дуба и вот они две пальмы да мы сейчас получается поехали на север в россии хайму и вот здесь получается местные горы здесь чуть выше часть амана как калининград отделенная от основной части амана называется арабской норвегии сейчас план мы берем вещи и идем наверх на хайк ну то есть взбираемся хайкинг это как по-русски хайкинг вот нам нужно туда на гору сколько сможем столько поднимемся горный пик джабель джейс в россельхайбе возвышается на 1934 метра над уровнем моря согласитесь вы вряд ли себе наверно могли представить что в эмиратах есть что-то подобное по догадкам ученых эти горы хаджар образовались в результате столкновения континентов вблизи границы сходящихся аравийско евразийских плит более 70 миллионов лет назад почему мы с вами в арабских эмиратах и я рассказываю вам о миллионах лет они денег да потому что в это трудно поверить но здесь когда-то было море своем предыдущем ролике из арабских эмират про хайкинг в дубае мы покоряем гору fossil rock гора ископаемых и там наглядно можно посмотреть окаменелости морских жителей вымерших миллионы лет назад это же хребет на котором мы с вами находимся является самым высоким в регионе его длина почти 700 километров и он охватывает две страны после смотровых ребят чтобы подняться туда наверх хайкинг проходик такой небольшой воротцами это не назовешь сидит такой дядечка местная консьержка у него блокнот куда вписывает кто прошел кто вышел время указываешь смотровые там внизу а сюда на хайк уже люди идут и чтобы было понятно сколько человек вошло сколько потом выйдет все контролируется и кстати внизу очень все прилично очень культурно аккуратно есть еще какие-то кафушки много миллионов лет назад подводные вулканы вытолкнули темную коровую магму на аравийскую сушу которая вместе с породами снизу создала последовательность называемую а фиолитовыми породами а фиолиты сегодня дают геологам редкое представление о земной коре интересно что горы хаджар имеют самые обширные а фиолиты в мире и являются одним из немногих мест на земле где ученые могут изучать эти океанические породы на суше сегодня джебельджаи это не просто самая высокая горная вершина объединенных арабских эмират она привлекает сюда любителей острых ощущений и природы предлагая адреналиновые развлечения арабские эмираты помимо дубая ассоциируются у вас с пустыней жарой и солнцем но могли ли вы себе представить что здесь в этом месте температура может падать до нуля градусов а в январе и феврале здесь даже может выпасть снег здесь горах можно увидеть горных козлов лисиц и диких кошек аравийский леопард также может попасться в горном хребте хаджар хотя он находится в красном списке интересно что для разработки сложной сети троп привлекалась специальная компания адвенчурати они разобрали маршруты так чтобы по ним могли проходить пешеходы разного уровня здесь есть тропы которые специально проходят через старые поселения и скрытые оазисы здесь на вершине вы можете заглянуть в самый высокогорный ресторан эмирата 1484 by pure или и пролететь со скоростью 150 километров в час на самом длинном в мире зиплайне для любителей чего попроще есть веревочные парке или горные санки друзья этот выпуск подходит концу если вам понравилось ставьте ему лайк обязательно подписывайтесь если хотите увидеть больше видео из моих путешествий и не забывайте заходить на мой второй канал смапс education где я рассказываю про образование за границей